Как-то шволнительно. Ну что, подруги, время пришло, идем за вторым. Подруги, как вы уже поняли по названию этого видеоролика, мы идем за вторым и планируем беременность номер два. И сегодня я очень спонтанно решила писать этот влог, поскольку было принято в нашей семье решение, что вторую беременность мы будем планировать и на 100% проходить вместе с вами. Это означает, что мы не будем ждать до окончания первого триместра, а начнем прям с первого дня вместе с вами. И так как сегодня я решила начать проводить тесты овуляции, то, конечно же, придется писать влог и вам рассказывать, какой же у меня тут процесс, как же я готовлюсь и что происходит. Значит, что у нас имеется? Стабильный цикл уже месяцев пять у меня точно, поэтому мой гинеколог сказал, что с этой точки зрения мы можем пытаться беременеть, все окей. Сдала все анализы, проверила все гормоны, все в норме, все стабилизировалось после первой беременности и грудного вскармливания, поэтому в этом вопросе тоже все хорошо. И здесь у меня от моего гинеколога есть зеленый свет на то, чтобы начинать подготовку к беременности. Первое, что я сделала, как я уже говорила, наверное, и в первый раз на самом деле, это поливитамины и фолиевая кислота. То есть это два препарата, которые я начала принимать два месяца назад. Начала я с левит, называется он пренаталь или пренатал. Это комплексные витамины, минералы, микроэлементы при планировании беременности и для беременных и кормящих грудью. В принципе, это те витамины, которые можно пить всю беременность и, как уже я сказала, во время кормления грудью в том числе. По составу, на мой взгляд, это самые такие хорошие полноценные витамины. И помню по прошлой своей беременности, когда я еще искала и думала, какие витамины пить, пробовала несколько вариантов. Называть название не буду, просто потому что не хочется создавать антирекламу. В конце концов, кому-то эти витамины могут подойти. Мне лично другие витамины не подходили. То есть меня после них тошнило, я себя плохо чувствовала и так далее. Поэтому я остановилась на элевит. Они мне подошли больше всего. Ну и, конечно, фолиевая кислота. Здесь дозировка 400 мг. Это как раз-таки та дозировка, которая нужна при планировании и во время беременности. То есть это 400 мг. Фолиевая кислота, она абсолютно необходима для правильного развития, особенно в первый срок беременности малыша. Когда закладываются абсолютно все органы, вся жизнедеятельность. В общем, это абсолютная необходимость для мамы и для малыша. Что касается цикла, его начала я отслеживать с самого первого месяца, когда вернулась моя менструация. С одной стороны, я была очень-очень рада, потому что понимала, что это означает, что организм мой восстанавливается после родов. И я потихонечку прихожу в себя. И функции моего организма, они все налаживаются и все в порядке. В общем, все работает, ничего не сломалось. С другой стороны, я как-то взгрустнула от того, что прекрасная эра отсутствия месячных закончена. И снова мне, как и любой другой женщине, придется каждый месяц с этим совсем разбираться. Хотя, если вспомнить мою первую беременность, я, наверное, немного была разочарована. Поскольку думала, что я буду такая счастливая, такая радостная, когда у меня не будет месячных. Но по итогу я получила беременность, в которой я ощущала все симптомы, которые ощущала ранее, до цикла или во время менструации, только десятикратно, мне кажется. Я была вся очень отекшая, у меня все болело, я жутко набирала вес, у меня был жуткий жор, и я чувствовала себя просто ужасно. Поэтому я поняла, что радость того, что нет менструации, но она какая-то такая сильно сомнительная. Но может быть только за исключением того, что нет самой менструации. Поэтому от возвращения моего цикла, наверное, было больше радости, чем печали. Так вот, я начала пользоваться всеми приложениями, которыми пользовалась, подготавливаясь к первой беременности. Вот у меня в телефоне здесь есть прекрасная целая страничка, которая посвящена только одной беременности и подготовке к беременности. И вот первая вот эта аппликация или приложение, которое называется Flow, это, собственно, та аппликация, которой я пользовалась с самого начала. То есть она работает как календарь моего цикла. Я могу отмечать каждый месяц, когда начинается менструация, когда она заканчивается, и, следовательно, тогда программа, она рассчитывает приблизительные дни овуляции. Ну и как нам всем известно, для того, чтобы забеременеть, нужна овуляция. Если объяснить простым языком, то овуляция – это процесс, когда женские яичники высвобождают созревшую яйцеклетку, которую сперматозоиды мужчины могут оплодотворить. Потом она опускается в матку, прикрепляется к стенке матки, и происходит имплантация. И если имплантация произошла, то это уже означает, что беременность наступила, и в женском организме начинает развиваться настоящий живой человек. Так вот, если следить за моим календарем, сейчас у меня активные дни. Буквально завтра у меня начинаются возможные фертильные дни, и я могу приступить к тестированию своей овуляции. Или, другими словами, проверять, есть овуляция или ее нет. И это я буду делать при помощи специальных стиков и теста от Клербу. Вот так вот выглядит эта штука. Сейчас покажу. Вот так вот она выглядит. Она электронная, такая же, как и электронные тесты на беременность. Вот здесь вот есть основная часть. И вот эти стики. Тестов здесь 7 штук. Если говорить про овуляцию, я на самом деле в большом-большом шоке от того, насколько много женщин про нее вообще ничего не знают. Следовательно, не знают, что для того, чтобы забеременеть, нужна овуляция. У меня в Риге есть одна знакомая. Они с мужем, по-моему, 4 года пытались забеременеть, и у них никак ничего не происходило и ничего не получалось. Они прошли огромное количество проверок, там разных лабораторных тестов, там разное лечение по фертильности. Тесты, конечно же, показывали, что у них все в порядке и, в принципе, проблем не должно быть, но забеременеть никак-никак не получалось. Всего-то они 4 года старались и мучились по этому поводу. Естественно, оба переживали, и как-то для них это была больная тема. И сейчас они забеременели. И это, конечно же, огромная счастливая новость. Они беременны, им буквально через 2 месяца рожать. И когда вот мы обсуждали весь этот процесс, и как же она себя чувствует после того, как она забеременела, она мне призналась, что она не знала про овуляцию. Все 4 года, которые она старалась забеременеть, она просто-напросто не знала про овуляцию. Я, конечно же, сразу засыпала ее миллиардом вопрос, а как вы проходили лечение? Как вы общались с вашим акушером-гинекологом и, в принципе, специалистами по фертильности? И как получилось так, что никто за эти годы ни разу не упомянул твой цикл, твою овуляцию и, в принципе, то, как вы планируете и готовитесь к беременности? Вот этот момент я вообще не поняла. Она как-то пожала плечами и сказала, ну, как-то нет. По итогу для меня это осталось большим-большим вопросом, секретом. Но, на самом деле, это не суть дела. Суть дела в том, что люди пытаются забеременеть 4 года, и они не знают про овуляцию. Они, получается, в принципе, ничего не знают про то, как работает человеческий, в частности, женский организм, и как наступает беременность. Для меня это действительно было большим-большим удивлением, поэтому в этом видеоролике я буду усиленно говорить об этом и буду ставить акцент как раз-таки на подготовке к беременности и расскажу, как же я готовлюсь сейчас к этой беременности и как эта подготовка отличается от моей подготовки первой. Так вот, значит, у меня здесь есть тесты на овуляцию. Тесты на овуляцию можно проводить, начиная с пятого дня цикла. Как рассчитать свой цикл? Вот смотрите, значит, есть, например, месяц, да, вот месяц начинается. Есть красные точечки, которые показывают начало цикла. Первый день менструации – это первый день цикла. То есть ежемесячный цикл, он начинается с первого дня месячных. И вот тогда считаются эти дни. У меня, например, последние месячные, они были четыре дня. И вот с пятого дня я могу начинать проводить тесты овуляции. И здесь синеньким отмечаются дни, когда моя фертильность, она наиболее высокая. Это означает, когда наиболее высокий шанс нам с мужем забеременеть. Здесь, опять же, нужно обязательно консультироваться с гинекологом и изучать этот вопрос, поскольку еще дни, когда наступает овуляция, они определяются тем, насколько длинный или короткий цикл у женщины. Например, у меня цикл достаточно длинный. Он порядка 30 дней. Это считается длинным. Обычно он в среднем немного короче. И так вот, если цикл очень-очень длинный, то овуляция, она может начаться раньше, чем у женщин, у которых цикл в общем, он короче. Ну, к примеру, если у женщины цикл 28 дней, а у меня 31, то у девушки, у которой цикл 28 дней, у нее овуляция, скорее всего, наступит немного позже, чем у меня. И также, если, например, сами месячные дольше, например, не 3 дня, не 4 дня, а, к примеру, 7 дней, тогда тесты на овуляцию следует проводить сразу, после окончания месячных, поскольку овуляция может наступить раньше, чем у девушки, у которой месячные, например, 3 дня. Как правило, овуляция, она наступает на 10, 11, 12 день цикла. То есть мы уже определили, что если первый день месячных – это первый день цикла, тогда мы считаем, значит, месячные, к примеру, 4 дня, то есть это уже 4 день, они заканчиваются. С 5 дня я начинаю тестировать свою овуляцию, и приблизительно на 11, 12, может быть, даже 10 день произойдет моя овуляция. И как раз-таки вот эти тесты, они помогут определить, в какой день наступает овуляция. Почему очень важно определить этот конкретный день овуляции? Просто потому, что овуляция, она очень кратковременна. В принципе, она длится всего лишь 2 дня. По истечению этих двух дней яйцеклетка умирает и ждет начало следующего цикла, когда пойдут месячные, и организм сам себя очистит. Так вот, в течение этих двух дней, когда яйцеклетка созревает, когда она высвобождается и когда она живет, очень важно, чтобы сперматозоиды мужчины попали к этой яйцеклетке и ее оплодотворили. В первую мою беременность мы воздерживались от секса до моей овуляции, для того, чтобы точно знать, в какой день у нас был акт и когда мы забеременели. И, кстати говоря, когда родился мой малыш, он родился ровно в тот день, который рассчитывался именно по сроку моих последних месячных и дня, когда у нас был половой акт. Так же будем поступать и в этот раз. В принципе, сексом можно начинать заниматься, как только заканчиваются месячные, поскольку сами сперматозоиды, они в организме женщины могут выжить до пяти дней. Поэтому можно рассчитать первый акт на, например, пятый-шестой день цикла, тем временем тестировать овуляцию, попробовать еще один акт ближе к десятому дню, ну, например, восьмого или девятого. Потом уже, когда тест будет показывать овуляцию, запланировать акт как раз-таки на этот день. И для того, чтобы закрепить результат, еще один разочек на следующий день после овуляции. Но здесь нужно быть очень аккуратными и планировать свои романтические встречи, как минимум через один или два дня, для того, чтобы организм мужчины имел возможность восстановиться и, так сказать, пополнить свои резервы. И еще пол малыша определяют сперматозоиды. Я слышала такую теорию, что сперматозоиды девочки, они живут дольше, но они медленнее, чем сперматозоиды мальчики. Сперматозоиды мальчики, в свою очередь, быстрее, но живут они меньше. Поэтому, например, если очень хочется девочку, то можно попробовать половой акт запланировать сразу после менструации, то есть непосредственно перед самой овуляцией. Таким образом, может получиться так, что сперматозоиды мальчики за это время, например, за эти пять дней, они там пошарпаются, пошарпаются и откинут свои... Ну, в общем, сами поняли. Уйдут в небытие. А сперматозоиды девочки медленно, нахрапом будут ползти, 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 и по итогу живучие малышки доберутся до своей яйцеклетки, и, возможно, по итогу именно ее оплодотворят. Не знаю, насколько эта теория работает. Врачи-гинекологи, конечно же, говорят, что если оплодотворяться естественным способом, то предвидеть или прогнозировать пол ребенка невозможно. Ну, на 100% это точно невозможно. Но так как я очень хочу вторую девочку, то я надеюсь, что эта теория, может быть, даже на уровне плацебо, она мне поможет. И, в общем, акты свои мы в этом месяце будем планировать соответствующие. Значит, как проводятся эти тесты? Первым делом нужно разорвать упаковку, которая очень-очень крепенькая у них. Вот наш тест. Так как я уже подготовилась, 4 часа я в туалет не ходила специально, будем проводить первый тест на овуляцию с вами вместе. Так, раскрывайся. Вот так выглядит этот стик. Значит, на этих стиках есть розовая стрелочка здесь и розовая стрелочка вот здесь. Это означает, что нам нужно заставить эти две стрелочки встретиться, вставляя стик вот таким вот образом. И на дисплее появляется изображение теста, что означает, что он готов к работе. Дальше снимаем колпачок. И здесь есть часть этого стика, на которую, собственно, попадает моча женщины. И которая будет помогать определить, наступила ли овуляция. То есть там в моче проявляются гормоны, которые определяют эту овуляцию. Раз уж стик включила, пойду быстренько проведу тест и к вам вернусь. Так, значит, как проводить тест? По инструкции сказано, что тест можно проводить в любое время суток. Главное, чтобы до проведения теста женщина не ходила в туалет по маленькому минимум 4 часа. И есть два способа, как это все сделать. Можно либо держать этот тест под струей, собственно, вот таким вот образом, 5-7 секунд. Или можно опустить также в сосуд, в который вы, собственно, набрали мочу, и держать 15 секунд. После чего колпачок нужно закрыть и тест положить в горизонтальном положении. Как только моча попадает в этот тест, дисплей начинает, сейчас быстро покажу, вот так вот мигать. Вот так вот. Это означает, что он работает. И нужно подождать 3 минуты до того момента, как тест покажет результат. Вот здесь нарисовано, как проявляется результат. Если на дисплее есть смайлик, вот здесь вот, тогда означает, овуляция наступила. Если просто кружочек, овуляции нет. И это означает, что на следующий день, приблизительно в то же самое время, тест овуляции нужно повторить до того дня, когда появится наш заветный смайлик. Ну, и также здесь здорово есть таблица, которая показывает цикл. Если уж совсем трудно разобраться, то здесь все это дело прекрасно показано, и можно почитать и ознакомиться. Я думаю, это действительно очень-очень просто. И в целом процессы несложны. Так, ждем. Ну вот, прошли 3 минуты, и у меня сейчас показывает круголек, голенький круголек. Это означает, что овуляция пока еще не наступила, сегодня мы спокойно отдыхаем. Стик, который я уже использовала, я его выбрасываю, а сам тест я оставляю на следующий день для того, чтобы проводить остальные мои тесты. Ну, на сегодня, собственно, с тестом все. Результат такой я ожидала, поскольку мои месячные закончились буквально вчера. И, естественно, овуляции сегодня быть еще и не могло. Но на всякий случай тест провести я решила. Что еще является очень важной частью моей подготовки к беременности, это, конечно же, литература. Я раскопала книги, которые читала, готовясь к своей первой беременности, и уже начала их повторно читать и в своей голове возобновлять ту информацию, которую я получала изначально. Первая книга – это Кристина Ореккио и Уиллоу Бакли. И книга называется «Как зачать естественным путем и иметь здоровую беременность после 30». Это как раз по адресу нашей истории. Эту книгу я читала первой в прошлый раз. У меня есть аудиокнига. И эта книга, на самом деле, такая вот прям по жесткачу. И так как я в первой беременности, естественно, не знала, чего ожидать, то я решила выбрать самую такую жесткую книгу с точки зрения наставлений и требований, которые предъявляются к здоровой беременности. И в какой-то момент поняла, что если соблюдать все, то мне, в принципе, нужно, наверное, поместиться в какой-то, знаете, кристальный стерильный шар и вообще не выходить на улицу. Поскольку здесь самое важное было готовить организм, чиститься от токсинов, от веществ, которые могут нам навредить, дышать исключительно свежим чистым воздухом. Есть только исключительно какие-то волшебные бобы из лесов Амазонки. Нужно вызвать группу химиков каких-то, чтобы дома они проверили все, начиная от полов, заканчивая твоей стиральной машинке. Не дай боже, на резинке там нет у тебя грибка, который, как оказывается, может быть единственной причиной, почему женщина не беременеет. Короче, если совсем ничего не знать и быть вот такой очень придирчивой и основательной в этом вопросе, то, конечно же, эта книга очень-очень крутая. Но мне она показалась немного нереалистичной. Мне, по-моему, складу ума именно такая книга нужна. То есть мне нужно дать максимум требований, вот таких вот самых-самых жестких, для того, чтобы в те моменты, когда я уже просто буду в полном ужасе, у меня было хотя бы немного пространства сделать пару шагов назад и попустить вожжи, и дать себе расслабиться, и как-то немножечко, ну, скажем так, меньше заморачиваться на все эти дела. И в этом вопросе мне помогла вторая книга. Она называется «Strong as a Mother», ну, или «Сильная как мать». Написала ее кто? Кейт Робб. Кстати говоря, все авторы книг, они специалисты по фертильности, гинекологи, кушеры с большим-большим опытом. В общем, достоверные люди, которые могут на эту тему рассуждать и давать советы. Так вот, эта конкретная книга, она была написана, конечно же, в очень хорошем, таком информативном стиле, но в то же самое время здесь такая небольшая ремарка, как оставаться здоровой, счастливой, и самое важное, в здравом рассудке или в здравом разуме, подготавливаясь к беременности и родительству. То есть это означает, что женщина не должна просто с ума сходить и просто изводить себя, изводить своего мужа и весь окружающий мир тем, что она готовится к беременности. Здесь говорится о том, как найти этот баланс между здоровой беременностью, ответственным подходом, но в то же самое время не сходить по этому поводу с ума. И так как это моя вторая беременность, я к ней хочу подойти с каким-то большим таким расслаблением, позитивом и немного, может быть, здоровым таким юмором. И поэтому есть еще книги, которые я нашла, которые выглядят вот так вот и называются The Shit No One Tells You. И у них есть целая серия. И книга эта рассказывает о... о котором никто нам не говорит, если речь о беременности, родительстве, детях в принципе. И здесь как раз-таки моя тема. Ребенок номер два. Ну, я очень надеюсь, что эта книга действительно хорошая. Она как минимум даст мне возможность подготовиться к ребенку номер два в таком более расслабленном, юмористическом и открытом настроении. Ну, естественно, буду обо всем об этом вещать вам. Я думаю, это будет интересно. И да, бабы, у кого уже возникает вопрос, если мы забеременеем, мы сразу вам об этом сообщим. В этом случае мы не будем ждать до окончания первого триместра. Мы сразу будем сообщать вам о том, что да, есть контакт, мы беременные. Поэтому всю мою вторую беременность мы с вами будем проходить вместе. Я очень надеюсь, что вас эта новость радует. Поэтому давайте, бабы, пишите комментарии, что вы хотите знать, какого плана контент вас интересует, что вы хотите, чтобы я на эту тему вам рассказывала, давала ли вам отчеты каждой недели беременности, давала ли эти отчеты, не знаю, раз в три месяца, раз в неделю, рассказывала бы про книги, про то, что я ем, как я ем, как я набираю вес, как я хожу к доктору и так далее, и так далее. Короче, в комментариях под этим видеороликом пишите мне все, что вы хотите видеть в серии этих видеороликов. И в целом меня как-то очень-очень радует тот факт, что мы этот процесс будем проходить с вами вместе. Я головой еще вообще не понимаю, как это будет, что будет со мной, когда я пойму, что я действительно беременна, получится ли забеременеть с первого раза. То есть, ну, в принципе, возможно, что я забеременею буквально через неделю. Возможно. Возможно и нет. Возможно понадобится несколько месяцев. Кто помнит, в прошлый раз я забеременела с первого раза. Поэтому волнительный, конечно же, процесс. Сразу могу сказать, что я к нему вообще не готова. И мое глубокое убеждение, что подготовиться к процессу беременности там первого, второго, третьего, пятого ребенка, в принципе, невозможно. Каждый раз это какая-то новая история, это новый космос. И каждый раз он, как я понимаю, проходит сильно по-разному. Ну что ж, на сегодня с моей стороны это все. Знаю, нам еще нужно о многом-многом поговорить. Сегодня мы не затронули даже тему того, как я готовлюсь к беременности с точки зрения моего питания, рациона, диеты и так далее. Сразу говорю, готовлюсь. По этому поводу вы можете не переживать. Но я думаю, что об этом мы будем говорить уже предметно в наших последующих роликах подготовки к беременности или уже во время самой беременности. Пока об этом говорить нет никакого смысла. Я думаю, что это рано. Мне кажется, что самое для нас с вами интересно, это тест на овуляцию. Когда случится моя овуляция и когда же мы реально пойдем готовить малыша номер два. Это самое интересное. На сегодня с вами прощаюсь. Давайте, бабы, ставьте лайки под этим видеороликом, если вы рады этому выпуску. Обязательно пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я показывала в серии этих роликов. Ну и давайте, желайте матери удачи. Держите за нас кулаки. И будем все вместе ждать больших наших новостей. Все, на этом сегодня прощаюсь с вами, желаю доброго дня и увидимся с вами в нашем следующем видеоролике. Пока!